Профессиональные форумы, пресс-конференции, три телеканала, три радиоканала, популярный сайт и социальные сети, интегрированная технологическая платформа, главный медиаресурс региона. Государственная телерадиокомпания «Самара». Самара-24. Информационно-просветительский телеканал. Круглосуточное собственное вещание 7 дней в неделю. Актуальные вопросы местного значения. Все, чем живет мегаполис. Уникальные архивные материалы о Куйбышеве, развитии города, о Самаре сегодня. Самара-24. Это собственная линейка программ. Новости, телемосты и прямые линии. Международные конференции и профессиональные форумы. Эксклюзивные, спортивные, культурные и общественно-политические трансляции. Документальные, игровые, мультипликационные фильмы. Тематические дни муниципалитетов. Площадка национальной культуры 28 народностей, живущих в Самаре. Программа для семейного просмотра, диалоги и дискуссии, соревнования и праздники. И главная городская самарская елка в новогоднем эфире. Самара-24. Просветительско-новаторский подход к формированию контента. Радиоэфиры на телевизионном экране. Студенческая творческая лаборатория и детская телестудия. Пространство, где контент создают сами зрители. Многочасовые телемарафоны, как итог важнейших общественных акций. Проектная деятельность, социокультурная миссия канала. Телепрограммы, адаптированные для зрителей с ограниченными возможностями. Самара-24 это современно оснащенная интегрированная площадка. Два новейших студийных павильона и программы в формате HD. Мультимедийное проникновение в электронные интернет-среды. Нон-стоп-стрим-шоу. Центр сетевого партнерства с Ассоциацией муниципальных телекомпаний Самарской области. Операторами КТВ и ОТТ-сервисов. Более 430 тысяч абонентов в кабельных сетях. Более 2 миллионов уникальных зрителей. Более 6 миллионов просмотров. Около 6 тысяч в сетях. Это канал, реализующий указ президента России о телеканалах субъектов страны, созданных силами ВГТРК. Самара-24. Смотри в будущее. Здравствуйте. Эфир продолжает «Вести Самарского региона» в студии Вероника Тивикова. Сегодня в выпуске. Это органическое удобрение, которое делается на основе отходов животноводства. Кто и как пойдет по пути повышения безопасности и экологии, как секретарь ССАВБЕЗа Николай Патрушев оценил работу в 63-м регионе. Лимонадная трасса в результате сркновения двух фур освежающий напиток оказался на асфальте. Люди, профессия которых спасать жизни. Ограничение, самоизоляция больного, его семьи. Это накладывает определенные отпечатки на наши работы. Накануне своего профессионального праздника медики принимают поздравления. Вчерашние школьники выбирают дорогу будущего до старта приемной кампании 20-21. Осталось три дня. В этот раз она будет проходить через суперпортал «Поступимус онлайн». Вместе с экспертами даем некоторые ориентиры абитуриентам и их родителям. Начинаем с главной темы визита в наш регион с секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. Основные пункты...